Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Смотрящий за Тбилиси, вор в законе Константин Калашан, более известный в криминальном мире как котик. Калашан Константину Субович, получивший в воровской среде погоняло котик, относится к тем самым ворам в законе старой формации, подробности жизни которых мало известны, широкая общественности. Родился криминальный авторитет 23 ноября 1954 года в древнем городе Тбилиси. Езид по национальности. Семья Калашан была достаточно большой и, как многие грузинские семьи, гостеприимной. Здесь свято чтили национальные традиции, воспитывая детей в скромности и строгости. На этом фоне Константин вырос справедливым человеком, способным принимать обдуманные, взвешенные решения, а также в любой сложной ситуации стоять горой за своих. Однако столь порядочные качества помогли ему быстро влиться в воровскую семью и вскоре даже стать истинным законником. Процедура коронации Константина Калашана состоялась в 1975 году все в том же Тбилиси. Тогда к 20-летнему парню был сделан воровской подход со стороны Баджелидзе, Ципа и Торин-Садоева, Торин-Верийский. И уже вскоре после приобретения воровского статуса котик, на два года попадает за решетку. 4 ноября 1975 года Тбилисский городской суд признает его виновным по статье 150 части 2 Уголовного кодекса Грузинской ССР кража. Впрочем, такое развитие событий вполне можно назвать благополучным для нашего героя. Ведь в тюрьме судьба сводит Калашана со многими авторитетными ворами. Его даже начинают считать своим близким другом Рустамгом Цемлидзе, Гидемас Бичи, Мером Леманджава, Мурман, Романос Булия, Ромео и Гурам Гваджия, Гурам Тбилисский. Полностью отбыв назначенный тюремный срок, на свободе Константин Калашан продолжает принимать активное участие в жизни грузинской мафии. С его согласия воровские короны получают многие достойные воры, среди которых был Фаризов Валерий Демурович, Валер Атбилисский, Егиазаров Камо Аршакович, Камо Московский, Джафаров Роман Маджитович, Ромик Курт и Надаян Давид Аскарович, Дата Тбилисский. Кстати, последний являлся не только соратником Калашана по воровским делам, но также ходил у него в кумовьях. Между прочим, что касается родственных уз, то следует заметить, что 2 марта 1983 года котик становится отцом у него рождается сын, которого называют Георгием. И спустя годы Георгий Калашан также становится достаточно известным законником, что являлось вполне закономерным. Пример отца Константина и дяди Титала Багирова, видимо, сильно отложился у мальчика в памяти, впоследствии повлияв на выбор его жизненного пути. Но вернемся к отцу. В конце 80-х котик снова попадает в поле зрения грузинской правоохранительной системы. 14 октября 1988 года Тбилисский городской суд даже выносит постановление по статье 238, части 1 Уголовного кодекса Грузинской ССР. Однако ничем серьезным это не заканчивается и Калашан спокойно продолжает вести свои воровские дела. Преступная деятельность Константина Калашана в России. Чувствуя внимание к своей персоне со стороны блюстителей порядка, Константин Калашан решает несколько отойти от воровских дел в Грузии и отправляется искать удачи в России. Здесь его внимание в первую очередь привлекает Нижний Новгород, снискавший славу своего рода промышленной зоны для различных организованных преступных группировок из Москвы. И действительно, город, также известный как третья столица и карман России, являлся неплохим источником пополнения воровского общака. Именно этим он притягивал к себе криминалитет. Вместе с тем, московским авторитетам слабо удавалось установить здесь жесткий контроль по сбору денег. Время от времени они направляли в Нижний Новгород своих доверенных лиц, эти воровские бухгалтеры собирали дань с бизнеса и тут же возвращались обратно. Одной из причин такой тактики являлась позиция правоохранительных органов. Сотрудники местного рубопа действительно хотели побороть преступность в регионе, поэтому не слишком жаловали воров в законе, пытаясь подловить их на любом противоправном деянии. При всем этом, в конце 80-х Нижний Новгород был достаточно комфортным для кавказских криминальных кланов. Здесь орудовали четыре группировки, состоявшие из карманников, считавшихся элитой воровского мира. И вот, оказавшись в третьей столице России, Константин Калашан не стал долго думать и примкнул к армянам в лице Камо Сафаряна, Камо, Ишалвы Авдаяна, Шалика. Вместе они принялись устанавливать свои порядки в городе. Как результат, в жестокой и бескомпромиссной борьбе за передел сфер, влияние им начали противостоять славянские и азербайджанские ОПГ. Дополнительные трудности создавала еще и полиция Нижнего Новгорода, которая с самого начала не взлюбила грузинских воров. Все это привело к тому, что 23 июля 1994 года Камо, Шалика и Котика арестовывают сотрудники местного РУБОПа. По итогам следствия Сафаряну присуждают два года по статье 218, части 1 УК РСФСР, хранение огнестрельного оружия. А Шалика три года, по статье 224, части 3 и 4 УК РСФСР, хранение наркотиков. Что же касается Калашана, то у следствия не нашлось к нему серьезных обвинений, и вскоре он был попросту отпущен на свободу. Однако подобное происшествие серьезно пошатнуло позиции грузинского криминалитета на территории Нижнего Новгорода, и в скором времени власть оказалась в руках славянских преступных группировок. Последние годы жизни. Поняв, что находится в меньшинстве, котик решает возвратиться в Грузию. К тому же в это время он начал чувствовать влияние на организм серьезной болезни цирроза печени, поэтому последние годы жизни криминальный авторитет посвящает борьбе за свое здоровье у себя на родине, хотя это не мешает ему понемногу участвовать в криминальных делах. Так, в 2000 году Константин Калашан соглашается на коронацию молодого грузинского вора Хатискацы Вахтанга Тимуразовича, Ваха, которая становится едва ли не последним событием в его жизни. 9 февраля 2001 года котика не стало. Цирроз печени, в конце концов, спровоцировал летальный исход, хотя за жизнь законника боролись лучшие московские врачи. Криминальный авторитет умирал в страшных муках и все, кто знал его лично, не желали справедливому вору такой страшной участи. В памяти многих калашан Константину Субович останется мудрым, взвешенным человеком, который всегда решал вопросы по понятиям. Сегодня вор в законе покоится в своем родном городе Тбилиси на кладбище Кукия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok